Всю жизнь живем на рынке, так говорили жители седьмого дома по улице Краснозеленых. И направляли жалобы во все инстанции с просьбой освободить их от навязчивого соседства с торговцами. Без нашего ведома, даже без нашего желания устроили вот это безобразие. Ведь, я говорю, посмотришь, проходит соревнование дворов по благоустройству, а у нас ведь там даже трава не растет. Все буквально вытоптано, углы дома превратили в туалеты. Они же вот тут как приходят. А самое главное, безобразие всегда бывает после торговли. Вот оставляют, тут еще вот эти бабки, что торговали всегда с земли, все ящики со свалки, все у нас под деревьями. И вот этот беспорядок, вы знаете, действовал на нервы, ведь хочется тоже же лучшего. Так что вот так, мы неоднократно сами сажали и кустарники, и виноград, но ничего, все вытаптывалось из года в год. А главное то, что покоя нет, ведь с пяти утра и хлопание машин, и вот этот шум, и гам, мы сейчас просто отдохнули. Я уже хотела писать благодарность мэру, что наконец обратили внимание на нас. Тротуар освободили. Оказалось, он широкий, просторный, есть где пройти и проехать с детской коляской. По поручению главы курорта коммунальщики высадили молодые деревца. Ну, конечно, это гораздо лучше. Чистенько, аккуратно, и самое главное, что мы теперь знаем, где все чистое там продается, а здесь на полу, конечно, опасно. Но все довольными быть не могут. Это очевидно, когда кто-то теряет доход. Например, в виде платы с нелегальных торговцев за аренду земли общего пользования. Почему-то этот факт до сих пор не заинтересовал правоохранительные органы. А вот сотрудников муниципального контроля, которые провели работу центрального рынка в соответствии с законом, пригласили дать объяснение, почему брошенные вечером на тротуаре короба и самовольно установленные прилавки вывезли на штрафплощадку. Но, как ни крути, вернуть все на прежние рельсы уже не удастся. Люди нисколько не жалеют о том, что стихийный рынок разогнали. Стало очень хорошо, потому что идешь, свободный тротуар, и на земле ничего не лежит. У них, кстати, дороже, чем на том рынке. На том рынке есть фермеры, у которых я, например, постоянно у фермеров беру. Постоянно. Потому что, ну, уже свои места, там вот и арбузы только у одного. На рынке, именно на рынке, вот для них места уже же отведены специально. Каждую весну они приезжают, и это. И в середине там рынка тоже, и среди зимы даже есть проверенные люди, которые, знаю, все равно со стародитеровской откуда-то торгуют. А здесь, а вы знаете, здесь много было и перекупщиков.